Делая поля класса приватными и не предоставляя методов для изменения значения полей, мы тем самым можем добиться того, что экземпляры нашего класса после создания уже не могут быть никак модифицированы. В качестве примера из того, с чем мы уже знакомы, можно привести все классы обертки для примитивов, а также класс String, BigInteger и BigDecimal. Любое изменение состояния объекта возможно только при создании нового экземпляра. С одной стороны, это может быть не очень экономно, но с другой стороны, такие классы обладают очень ценным свойством. Передавая экземпляры mutable класса в какой-нибудь метод или иным образом вынося объект на всеобщее обозрение, мы можем быть уверены, что никакой посторонний код, случайно или намеренно, не изменит нам состояние нашего объекта. Например, в классе BigInteger есть вот такая часто используемая константа, one. Это BigInteger, представляющий собой единицу. А теперь на секунду представим, что в классе BigInteger есть метод setValue, заменяющий значение внутри объекта. И какой-нибудь злодей взял бы и написал бы у себя где-нибудь в коде BigInteger Думаю, вы можете представить себе последствия. Это почти так же коварно, как в C написать define true false. К счастью, метода setValue или другого аналогичного ему в классе BigInteger нету. Вернемся к теме объявления классов. На самом деле, классы можно объявлять не только на верхнем уровне программы, но и внутри других классов. Следующий пример из стандартной библиотеки будет содержать некоторые пока незнакомые нам слова и символы, которые мы обсудим несколько позже. Но пример этот я покажу уже сейчас, потому что он хорошо очень иллюстрирует полезность вложенных классов. ArrayList Это коллекция, контейнер для однотипных элементов, но в отличие от массива он может динамически изменять свой размер. Когда требуется обойти и обработать все элементы коллекции, используется итератор, объект, по очереди возвращающий каждый элемент коллекции. Итератор должен помнить коллекцию, которую он обходит, чтобы получать ее элементы, а также хранить текущую позицию обхода. Этого легко добиться, поместив определение класса итератора внутрь класса ArrayList Каждый экземпляр итератора будет иметь собственное состояние, хранящееся в его полях, а также неявную ссылку на экземпляр внешнего класса. То есть из кода итератора можно напрямую обращаться к полям экземпляра ArrayList, в том числе к приватным. Если вложенный класс снабжен модификатором Static, то неявная связь с внешним классом теряется, и экземпляры вложенного класса будут жить своей собственной независимой жизнью. При этом размещение одного класса внутри другого мотивируется либо желанием скрыть вложенный класс, сделав его приватным, либо тесной логической связью внешнего и вложенного классов, требующей доступа к приватным полям друг друга.